Спасибо Боже за все. Совершаем хлебопреломление сегодня, правда, участие Евхаристию, Божественное Евхаристие, хлебопреломление. Слово Евхаристия мне больше нравится, конечно, потому что там имеется в виду именно восполение, благодарение Бога. То есть, имеется в виду, что мы благодарим, ну, как Иисус, в общем-то, Он поднял хлеб, вас благодарив. Звучит вначале, говорит, доброе утро, Валентина подключилась в лицензию, слава Богу. Да, еще один день для его прославления, аминь, аминь, Валентина, слава Богу, сестра дорогая. Действительно, еще один день для того, чтобы восхвалить Его Святое Имя, прославить Его. Аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Господь, за Твою любовь Божественную, Боже. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за милость Твою, слава Тебе. Этот день Ты сотворил, Господь, как и все это время, Боже, это все это временное пространство, это временную жизнь, Господь. Но, Боже, она прекрасна, потому что несет на Себе отпечаток, Боже, Твоей милости, Твоей любви, Господь. Несет в Себе, Господь, Боже, действительно, послание Твоей любви, Твоей божественной любви. Слава Тебе. Благословен Ты, Царь наш, благодарю Тебя, Господь, за это доброе утро, благодарю Тебя, Господь, Боже, за милость Твою, обновляющуюся к нам каждое утро, Боже. Боже, мы обновляемся в Твоей милости, Господь, каждое утро, обновляемся в Тебе, Господь, обновляемся, Боже, в Твоей благодати, Боже. Боже, купаемся в этой благодати, Боже, погружаемся в нее, Господь, глубже и глубже, Господь. Мы погружаемся в Тебя, в Твою любовь божественную, а Ты погружаешься в нас, наш Бог и Царь. Благословен Господь, Бог наш, благословен Царь вселенной. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе. Аллилуйя! Царю небесный, утешителю Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Боже, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе, хвала Тебе и слава, наш Бог и Царь. Аллилуйя! Аллилуйя! Благослови всех нас, Господь, благослови, Боже, эту утреннюю молитву нашу. Благослови, Господь, сегодня, как фемиам, пусть поднимется к престолу слава, Боже, к небесам Твоим, Боже. Славословие уст наших, сердец наших воздыханий, слава Тебе, Господь! Благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш, люблю Тебя, благословляя великое имя Твое, Боже. Чту Тебя, почитаю Тебя, Боже, слово Твое чту, Господь Боже, и благодарю Тебя, Боже, за все. Слава Тебе! Слава, 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 слава Тебе, Господь Боже! Смогущий Бог наш, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в свое искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. Слава Тебе, Господь, Бог всемогущий! Благослови нас, Боже, и действительно поблагослови познавать и в этом дне, Боже, Твою милость, Твою любовь. Слава Тебе за все! Благодарю Тебя, Боже всемогущий! Аллилуйя, Аллилуйя! Голос Шафара звучит, Господь, слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Голос Шафара, глаз трубного зова, слава Тебе! Это запись здесь с Иерусалима. Здесь была запись сейчас с Иерусалима. Шмаесра, тоже с Шафаром. С Шафаром. Эти дни звучит Шафар каждый день. Я слушаю в записи. На Ютубе разные я смотрю, здесь много очень разных записей. И традиционные такие ортодоксальные евреи, и мессианские евреи выкладывают очень много записей. Шмаесраэль, слушай, Израиль. Вот ключ такой к пониманию. Слушай, слушай, народ Божий. Слушай, народ Божий. Господь, Бог наш, Адонай Элогейнум, Адонай Эхарт. Господь наш, Бог наш, Царь, Он единый Бог. Слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе. Зов, трудный зов. И написано в писаниях, блажен народ, который знает звук Шафара, звук трубы, трубы покаяния, Шафара покаяния, Шафара призыва вернуться. Вчера как раз в семинаре говорил об этом, что часто покаянием в русском языке мы называем то, что покаянием не является, или лишь частично лишь является покаянием. Не в полной мере, а покаянием в библейском смысле этого слова является действительно возвращение. Аллилуйя. Иерусалимский Шафар. Опять вот, Иерусалим. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, Царь Вселенный. Слава Тебе, Господь. Господь, слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Царь Вселенный. Аллилуйя. 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 Себе скачал тоже разные записи. Вот Шафара. Звучание Шафара. Может быть, сегодня включим даже в семинарии. Не знаю, как тут. Времени мало, правда, заняется. Только три часа каждый день. Это тема огромная. Тема экклезиология. В семинарии ведут с понедельника. Тема экклезиология. Но я и первый день, и второй день больше свидетельствовал. И вот. Ну, я не знаю. Просто Дух Святой ведет именно в таком направлении. Сегодня у нас 5 сентября 2018 года. Вот. В гражданском нашем летоисчислении. 5 сентября уже, да. Вот. И сегодня... 25-е Элула в этом году. Да. 25-е Элула. Уже 25-е. Слушайте. Уже все завершение. Я тоже на Луну посмотрел сегодня. Вот серп уже маленький. Все. Уже месяц завершается уже. Элул. Элул. Месяц Элул. Я говорил уже, что Элул, это слово, название этого месяца, вот завершающегося, да. Мед. Так, здесь. Отмечено на разных фотографиях, да. Слава Богу за всех. За всех братьев, сестер. За всех друзей. Слава Богу. Месяц Элул, само название это, оно, значит, ассоциируется всегда в еврейском сознании, как именно аббревиатура. Ани ледоди ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. О, спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Я принадлежу моему возлюбленному, а возлюбленный мой мне. Приближается праздник Рош-Хашана, праздник Трубного Зова. Ай-яй-яй. И вот хочу еще кое-что вспомнить сейчас на этой молитве пред Богом. Средний 5 сентября, вот, и два года назад, ровно два года назад я впервые в жизни был в роли подсудимого на скамье подсудимых. Я впервые в жизни был судим земным судом. Вообще никогда не думал, что такое будет в моей жизни. Но нам надо было, видимо, это пройти тоже. Потому что, знаете, всегда было какое-то пренебрежение у нас в семье теми людьми, кто... Вот, ну, вот, тюремщик, вот, тот сидел. Был судим вообще. Вот, значит, и, значит, осужден. Какой-то антисоветский элемент там, значит, там, и всегда так воспринималось. Вот, но у меня в сознании, в подсознании это было всегда, будем так говорить. Но интересно, что вот два года назад сам я оказался на скамье подсудимых. В Петербурге, в России, вот, был судим и осужден судом. На денежный штраф был осужден. Судья избрала самую минимальную из всех возможных. Слава Богу, это была милость Господня. Наказаний, это был денежный штраф. Вот, для нашей семьи это было ощутимо, конечно. Вот, но, по милости Господне, мы заплатили штраф. Вот, за проповедь Слова Божьего я был осужден два года назад. За проповедь Евангелия, проповедь Благой Вести, или проповедь Евангелия, или как там, формулировка суда была интересная, судья когда зачитала, то один из присутствовавших там пастырей питерских, лютеранский пастор, он и юридический, так понимаю, ну, как бы юрист, и он, значит, сказал такие слова, говорит, я, просто, ну, в недоумении, юридически это полностью, ну, как бы безграмотно, как казалось бы, да, значит, по закону вы абсолютно правы, значит, ну, я проповедовал в церковном собрании, ну, это мессианская община еврейская в Петербурге, мои старые друзья, я там уже много раз проповедовал, вот, и по милости Господне собираюсь еще проповедовать там не раз, вот, но, знаете, вот, прямо собрание было сорвано, значит, остановлено, было, значит, сотрудниками там милиции, КГБ, сейчас ФСБ называется, но, в принципе, одна структура, просто они переименовались, вот, значит, из-за того, что просто КГБ уже ассоциировалось, ну, с тем, вот, с кровью миллионов людей, в которых была залита страна, вот, народы, вот, бывшего Союза, поэтому, как бы, было решено, я так понимаю, переименовать эту структуру, но, как часто бывает, вот, просто переименование, без покаяния мало толку, как, допустим, переименовали, допустим, милицию в полицию, но я смотрю, что толку очень мало, потому что от переименований лишь без покаяния, без исправления, без иллюстрации, без, вот, изменений таких внутренних, то, ну, толку никакого абсолютно, знаете, вот, и действительно, так оно и есть, церковь можно переименовывать вот каждый год, вообще, но если не будет покаяния, исправления реального и работа над ошибками, то церковь также останется такой же, в таком же, значит, знаете ли, это как в басне Крылова, там, значит, когда музыкант, там, значит, там, да, квартет, как не садитесь, все, как музыканты не годитесь, то есть можно пересаживаться и так, и так, вот этим музыкантам, будем так говорить, но если они такие горе-музыканты, то никакие, то никакого квартета и не будет-то, вот, а действительно очень важно, чтобы было внутреннее вот это движение, да, и вот два года назад, значит, ну, меня арестовали, в общем-то, полиция арестовала раньше, собрание было, 2016 год был, да, собрание было, сейчас 18 год, собрание было 27-го аж августа меня арестовали, вот, и многочасовые допросы были, вот, значит, и уже 28-го обещали сделать суд, вот, это было воскресенье, да, прямо в воскресенье обещали сделать суд, может, я не знаю, как бы, я не думал, что в воскресенье суды работают, как бы, вот, осуждают, ну, ну, по крайней мере, так мне сказали следователи эти, вот, будет суд, вот, значит, над вами, значит, там, и, ну, ладно, хорошо, на следующий день будет суд, потом еще держали, сказали, в понедельник суд, ладно, хорошо, потом еще разодвигали, и так до 5-го сентября дело дошло, и уже вот, не помню, 2-го или 3-го там уже объявили мне, что 5-го сентября уже, уже точно будет суд, ну, ладно, думаю, я молюсь, вот, а сам-то думаю, странно как-то, почему 5-го сентября, для чекистов, которые меня вот там мучили, значит, допросами этими многочасовыми, 5-го сентября это, ну, ихняя святыня, ну, такая, знаете, сатанинская святыня, сатанинский праздник, будем так говорить, вот, как у Бога есть праздники, так и у дьявола тоже есть свои такие, знаете, какие-то, в кавычках, праздники, празднества, сегодня, кстати, даже юбилей получался, столетний, получился сегодня столетний юбилей этого сатанинского праздника, вот, питерские чекисты, они тогда два года назад посчитали 5-е сентября своим главным праздником, вообще, но это не официально, опять-таки, это, я не прочитал об этом никаких там сообщений там официальных, это было неофициальное празднование, то есть они пили шампанское, они гуляли, они там, ну, шабаш устроили, я уже дальше уже там уже не знаю подробностей, но просто там, значит, те, кто были связаны там с питерскими этими товарищами просто, вот, сказали, что там просто не сделали вахханалию просто, пьянство, гулянку, пьянку, заканчивавши даже мордобоем даже, ну, короче, значит, ну, классическая, это как гулянка была, сатанинский шабаш был, у бога шаббат, а у дьявола шабаш, и это 5-е сентября, почему это страшная такая дата, сегодня, сегодня исполняется, кстати, 5-е сентября сегодня, сегодня 18-го года, сегодня ровно 100 лет, кстати, этому, ихнему празднику, так называемому, сатанинскому, 100 лет назад, ровно 100 лет назад, 5-е сентября, я даже зачитаю, ну, Ленин и Савнарком подписали один из самых страшных, или даже самый страшный документ в истории, ну, 20-го столетия точно, вообще человечества, значит, вот, цитаты есть интересные, есть такие, необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Декрет Ленина о концлагерях, ну, не только Ленина, конечно, там подписался весь Савнарком, это молодое советское государство, как бы имело такое, свое правительство называлось, ну, Савнарком, Совет народных комиссаров, ну, это, в общем-то, такое криминальное, бандитское такое формирование, которое себя узаконило. Беззаконные, беззаконные, будем так говорить, в законе, вот, и они сами писали законы, эти беззаконы, и сами, как бы, вот, себя считали законами. Это было ровно 100 лет назад, 18-й год. Годовщина, будем так говорить, приближалась, первая годовщина советской власти, вот, Октябрьского переворота, как там в то время назывался этот переворот, он так и назывался переворотом, кстати, никому в голову не приходило, ни Ленину, ни, никому из Савнаркома, никому из коммунистов тогдашних, большевиков, там, никому даже в голову не приходило назвать это революцией, тем более в Великой там революции, нет. Это потом уже, когда уже создавался миф советский при Сталине, и то даже не в начале его правления Сталина, а уже когда уже в эпоху уже такого террора, сталинского, так называемого сталинизма, был ленинский террор, ленинизм, но Сталин и сталинизм, это как бы развитие ленинизма, только еще в более извращенной форме, дальше пошел просто он, вот, и уничтожая и в том числе и ленинских товарищей, значит, этих. И, значит, и что интересно, что, да, о законе, слушайте, закон этот, я сейчас вкратце, потому что это утренняя молитва, я лишь вкратце справочку такую дам, сегодня, наверное, в семинарии там я расскажу потом поподробнее, вот, значит, и, значит, декрет о концлагерях, закон о концлагерях, то есть впервые в истории человечества был принят официальный закон, именно государственный закон в России тогда, значит, советской, значит, коммунистической, находящийся уже почти год под игом коммунизма, вот, значит, то, да, уже больше столетий продолжается вот эта вот ханалия коммунистическая такая, сейчас она переименована, но, в принципе, опять-таки, от переименования, без покаяния, без исправления, вероятно до ошибками, дух коммунизма такой же, вот, и те же, что во главе, там, государств, значит, как правило, это те, кто, вчерашние партийные работники, там, значит, там, и коммунисты, там, и, это те же самые товарищи, вот, значит, особенно если брать, вот, нашу страну, Россию, в смысле, я же гражданин России, вот, поэтому, конечно, это, ну, очень печально, молюсь, конечно, о декоммунизации, молюсь о милости Господней над Россией, над всеми странами бывшего безбожного атеистического Советского Союза, еще и сегодня причастия, принимаю, вот, тело крови Иисуса Христа в рассуждении, действительно, о милости Господней, о любви Господней. Да, друзья, и декрет Ленина о концлагерях стал, действительно, первым в истории человечества за все вот эти 5779 лет, что вот скоро исполняется 9779, вот, не было такого, закон об уничтожении, массовом уничтожении населения, вся имена которого была лишь в том, части населения там, что они принадлежали к определенным классам общества. Ну, потом это ящик Погоры был открыт в 18-м году, сто лет назад, но, в принципе, оно, знаете ли, потом распространилось на очень большую часть нашей земли, вообще по планете, если брать, то, наверное, треть, не меньше территорий была, всей планеты охвачены вот этим безумием. Это и коммунистическая вакханалия, это коммунистическая в Китае, и, значит, Чаушеско в Румынии, там, значит, Хо Ши Мин, там, Китай, значит, Вьетнам, Мао Цзэ Дун, значит, там, Китай, там, еще страны Индокитая, некоторые там, я уж не помню, там. Ну, вот, одним словом, в Латинской Америке тоже коммунистическая вакханалия, она порой до сих пор где-то, ну, такие последствия вот этого всего, ну, Кубы, там, другие, там. Вот, сейчас, конечно, коммунизм пытаются сделать, особенно в Китае, с человеческим лицом, но, знаете ли, какие маски не одевать на коммунизм, это так и остается человеконенавистнической системой идеологии, богоборческой идеологии. Так что, здесь переименование и маски ничего не сделают, здесь нужно, действительно, покаяние и исправление работам с ошибками. Вот. И потом, перед самым судом, вот, два года назад, когда меня судили за Слово Божье, то, конечно, они, там, угрожали, вот, судите за наркотики, там, как бы, подбросите что-то еще, там, значит, и потом вовек не отмоешься, говорит, значит, там, значит, там, не отмойтесь, значит, и, короче, ну, так, они и вежливы, и невежливы, по-всякому, короче. Вот. Ну, и в финансовых аферах каких-то там, значит, они ничего так не говорили, такие глупости, что я, ну, думаю, надо же, ну, Господь, ну, ты знаешь, ты знаешь. Слава Богу, что, значит, хотя, значит, люди неверующие, я так понимаю, но, как бы, ну, может, верующие по-своему, конечно, некоторые из них я так понимаю, но судили меня именно за Слово Божье, за проповедь Слова Божьего. Там формулировка суда была такая, судья зачитала, когда она сказала, что я виновен, да, от государства, от Российской Федерации, я признан виновным в распространении, а, в распространении благой вести путем проповедания в церковном собрании, то есть это, поэтому пастор этот лютеранский подошел ко мне, говорит, я, как будто в книге деяний оказался, это немыслимо, это нонсенс, впервые в истории России, вот, ну, постсоветской уже, судья человека за распространение благой вести путем проповедания в церковном собрании, это, ну, это, это история, совершается история, я говорю, да, говорю, ну, деяния продолжаются, удивительно, конечно. Адвокаты тут же говорили, значит, что, значит, что нужно, значит, обязательно, значит, ну, в высшие суды обращаться, потому что это полное беззаконие, и, ну, по закону вы абсолютно правы, значит, реальное, ну, законное собрание, вот, значит, как бы, все, аренда законная, значит, я как гость этой общины уже не первый раз, уже меня знают, есть видеозаписи этого служения, то есть, пожалуйста, все, как бы, значит, ну, что, ну, после молитв и рассуждений, вместе с женой мы молились на эту тему тоже, и она, и я, мы получили одно и то же слово от Господа, что заплатить штраф и этим штрафом, этими деньгами, для них это штраф, а для нас это милостно, нет, мы благоставляем государство это, российское наше, и молимся, эти деньги святые, мы прямо в сбербанке помолились еще с этими деньгами, и Божье присутствие было такое сильнейшее, я понимал, даже в кассу, когда, ну, отдавал деньги эти, государство передавало эти деньги, святые деньги, божьи деньги, я знаю только святые деньги наши, потому что мы не имеем других денег, я не имею других никаких заработков, значит, никаких там фондов, никаких спонсоров, кроме вот верующих, кроме вот благословения того, что верующих благоставляют, вот, и чекисты это прекрасно знают, значит, потому что делали у меня обыски, не раз уже обыски, вот, значит, в том числе в МЭК, ну, где мы живем всей семьей, обыск был, значит, там, и смотрели, там, и один следователь говорит, ну, нищий так вот, то есть, они, квартиру архиепископа, значит, три следователя по особо важным делам, там, ФСБ антитеррор, значит, там, маски-шоу такое, на многих машинах приехали, там, понятые, все, значит, осматривают нашу квартиру хрущевскую, где мы живем, там, в Туле, значит, там, трехкомнатная хрущевская квартира, восемь человек, значит, значит, не считая котов, значит, вот, значит, и они посмотрели, как, ну, по-ихнему, это нищета, у них на лицах там всех написано, они думали, там, увидеть сейчас там золото, бриллианты, что-то еще, увидели нищету такую, ну, по-ихнему, мы живем, ну, скромно, значит, но это, по-ихнему, это совсем нищета, бедно, но мы благодарим Бога за все, знаете ли, я, как бы, очень Богу благодарен, значит, за свою жену, ну, я знаю много христианок на консультировании, на исповеди, и процентов 99,9% христианок, ну, роптали бы, очень много роптали бы, вот, значит, на те условия, в которых мы все эти годы живем, уже, вот, порядка 30 лет, ну, да, 30 лет, уже, вот, совместной жизни будет, значит, и за все эти годы мы, значит, ну, как бы, ну, поначалу, да, в РПЦ были, я следователем, так, кстати, так и сказал при допросах в Питере, что если бы я пришел в церковь зарабатывать деньги, то я бы никогда не ушел бы из РПЦ МП, то есть Русской Православной Церкви Московской Патриархаты, я бы по-прежнему там бы служил бы, то есть если бы моей целью было бы зарабатывание денег, ну, я бы пришел служить Богу, вот, ну, они это понимали, они это видели, что это, как раз те, кто писали доносы, те, кто натравливали чекистов, этих милиционеров, этих, значит, полицейских на меня, значит, как раз именно вот они, как раз и там вот, вот, в этих дворцах живут, там, значит, хоромах, там, значит, на дорогущих машинах ездят, и, значит, там, как бы, ну, жиру бесится уже, знаете ли, уже, до поросячего визга, вот, религиозные, религиозники, политики, как правило, вот, не знающие Бога, это самые несчастные люди, особенно религиозники, даже политики, наверное, думаю, не такие несчастные, как вот именно религиозники, потому что даже их работа сама, религиозников, она связана с Богом, с Господом, и вот с личностью, как бы, соприкасаются постоянно, ходят, как бы, по лезвию бритвы, но это уже другой разговор. Вот так вот, друзья, братья и сестры, сегодня для меня особенный день, прошло ровно два года, довольно странно себя было ощущать на скамье подсудимых, вот, были две женщины, лжесвидетели, вот, гастробайтеры из Молдовы, одна из них, из этих женщин, по-русски вообще почти ничего не знала, то есть, даже студия, ну, предлагала ей переводчицу, переводчика, значит, потому что, значит, она не могла выразить ничего дополнительно своими словами на русском языке, она лишь заученные фразы говорила, которые, видимо, ей, ну, научили ее этим фразам, вот, то есть, она явно не могла никак от моей проповеди, там, оскорбиться, как бы, обидеться или что-то еще там, то есть, она не могла даже понимать мою проповедь, потому что у нас в служении не было переводчиков, там, значит, на другие языки, только что все служение на русском языке, ну, вот, другая женщина говорила что-то невразумительное, такое, что даже, там, вообще, ну, было непонятно, обе оказались нарко- и алкозависимые, притом, не просто гастробайтеры, а зависимые, якобы пришли, они сказали, значит, на, чтобы реабилитацию и освобождение от нарко- и алкозависимости, но, как бы, они, вот, соблазнились, как бы, служением, но, опять-таки, мессианские, еврейские служения, ну, да, я тоже поначалу, как бы, был в шоке от этих служений, но, сейчас я понимаю, что это божьи служения, все порядочно, все хорошо, чинно, да, хорошо, друзья, благооставляю всех вас, дорогие возлюбленные во Христе, братья, сестры, и сегодня, конечно, совершим хлебопреломление, причастие Евхаристию, так, и в этом Таинстве самое главное наше рассуждение о теле и крови нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Возлюбленные, пишет Иоанн, ну, как бы, обращение к нам сейчас, возлюбленные, это, я читаю сейчас из первого послания его, Иоанна Богослово, 4 глава, 7 стиха и далее. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, «И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». То есть, вот характеристика, ну, свойства, да, рожденного от Бога, да, «любящий рожден от Бога и знает Бога». Любящий именно. «Кто не любит, тот не познал Бога». Потому что написано дальше «Бог есть любовь». И вот Таинство дальше раскрывается, собственно, которое мы вот сейчас вот тоже совершаем. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Аминь. И вот сегодня вот это Таинство, Евхаристия, Хлебопреломление, действительно, то, что произошло 2000 лет назад, казалось бы, это далеко. Ха, прекрасное далеко. Ха, но, удивительно, оно и сейчас здесь. Потому что Бог вне времени. И Агнец от века заклан уже. Удивительно. Это Таинство совершилось, да, в нашем временном измерении, в временном мире нашем, оно совершилось 2000 лет назад. Но оно же совершилось и каким-то образом в вечности. Оно каким-то образом совершилось и в божественных измерениях. То есть не только в нашем измерении, не только в нашем физическом мире, оно совершилось каким-то образом и там в вечности. Это Таинство, там ангелы в ужасе, это тайна непонятная, мирам ангельским. Бог возлюбил мир и отдал Сынов Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь. Боже, уму человеческому непостижимое, Таинство, веры, спасение, ведь возмездие за грех смерть, а дар Твой, Божий, дар истрадавшемуся человечеству, Твой, Божий, дар мне, как человеку, это жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе, нашим, Господи, Спасители, моем, спасибо Тебе, Господь драгоценный, спасибо Тебе, сладчайший Иисус, спасибо Тебе, утешитель Дух Святой, слава Тебе, Господь, благослови, это Таинство сегодня, это хлебопреломление, причастие, благослови, аминь. Братья, сестры, налейте себе соку, вот, и если нет сока, я всегда рекомендую, просто, даже налейте, воды, потому что не качество хлеба и вина, а качество нашей веры, вот есть что, хлебопреломление, причастие, Евхаристия, Божественная Евхаристия, и в церковном собрании у нас масса чаще всего используется, а вот есть здесь остатки хавы, шабатни, в общем-то, мне растягивают опалу на всю неделю, вот, и, знаете, вот, само причастие наше, то, что входит в нас, оно не может нас осквернить, и тем более осветить, а то, что исходит из нас, а что исходит из нас сейчас, это наше размышление, рассуждение о теле крови Иисуса Христа, и чтобы все эти благословения Божьи, они были частью нашей жизни, поднимем бокалы наши, поднимем хлеб и скажем Богу спасибо, скажем Богу благодарим тебя за все, благословенный Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли, аминь, благословенный Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы, аминь, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, благодарю тебя, Отец мой, Бог мой и Царь, благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь, Целитель мой, брат мой, благодарю, О Дух Святой, ты всегда со мной, мой герой, утешитель мой, за все я благодарю, за все я благодарю. И соверши вместе хлебопреломление, причастие, и скажем такие слова, давайте все вместе, скажем так, Отец мой, Бог и Царь, сущий на небесах, благодарю тебя, за твою любовь, ты отдал свою жизнь за нас, кровь Сына Твоего, Единородного Твоего, Агнца Твоего, Иисуса Христа, пролито за меня, и за всех нас, Иисус Христос, Сын Бога Живаго, Господь мой, Ты спаситель, Царь мой, брат мой, возлюбленный мой, души моей, Господин, спасибо Тебе, благодарю за утешителя Духа Святаго, которым совершается сие таинство веры, аминь, тело Христово примите, дамы и господа, братья и сестры, источника бессмертия вкусите, кто не будет есть хлеб сей, пить чаши сей, лишается очень многого жизни вечной, спасения, примите, источника бессмертия вкусите, Он есть, Иисус Христос, наша жизнь вечная, рассуждаем о теле и крови, Господа Иисуса Христа, аминь. я спасен телом Христа, я спасен телом Христа, спасен кровью Христа, спасибо, исцелен телом и кровью Христа, ты взял на себя не только грехи мои, все, 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 болезни, немощи, ты взял на себя, спасибо тебе, Господь. И ранами Твоими я исцелен. Аминь. Аминь. Кровью Иисуса Христа я спасен, милостью прощен, исцелен, любовью Твоей, Боже, окрылен, вдохновлен, слава тебе, Господь, лихаем за жизнь, ты отдал свою жизнь за жизнь мира. Благодарю тебя, Господь мой. Твоя жизнь во мне, Господь, твоя жизнь, как река, твоя жизнь, это безбрежный океан, твоя жизнь, это моя жизнь, а моя жизнь, это твоя жизнь, мой возлюбленный, Господь мой, сладчайший Иисус, не посылай. Благодарим тебя, Господь, благодарю за милость, за благодать, благодарю, Господь, за все, за все, благодарим тебя, Господь, слава тебе, аллилуйя, за таинство сие, благодарю тебя, Господь, тело и кровь твои, благодарю тебя, благоставляю великое небо твое. Аминь, аминь, аминь. Братья, сестры, всех причастников, причастниц поздравляю с причащением святых христовых тайн, тела и крови, спасителя Иисуса Христа нашего, Господа, возлюбленного нашего. Благодарю Бога, благоставляю вас всех сейчас священническим благословением во имя Господа Иисуса Христа, ваши дома, родных, ближних, благоставляю свой дом, свою жену, детей наших, внука, ждем сейчас второго уже внука, внучку, даст Бог уже, благоставляю, но все хорошо, и внуки, и внучки, все хорошо, дочки, сыночки, все хорошо, потому что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит, а самое величайшее благословение для человека – это жизнь. Родить жизнь – это таинство веры, таинство духа, таинство души, таинство плоти, таинство, которое здесь совершается, продолжение рода, вот, благодарю Бога Всемогущего. Субтитры создавал DimaTorzok имя Иисуса Христа, Пусть Бог Авраам и Исаак Израиля благословит сегодня всех вас, дорогие друзья. Благословляю сегодня Израиль, благословляю сегодня Иерусалай, город Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства, благословляю. Шалом Иерусалим, шалом, 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 Исраиль, шалом, шалом, шалом всем евреям, шалом всем людям доброй воли, шалом всей нашей страдавшейся планете, шалом всем странам, континентам, шалом Киев, шалом Украина, аллилуйя. Вот, и пусть то, что сто лет назад свершалось бесчинно и беззаконно, ну, вроде по закону, но это беззаконно по закону. Икон с лагеря тоже они были законные. И два года назад меня тоже законно осудили, но получается беззаконно. Я понимаю, что законность это в человеческом обществе, в большем мире, это очень часто то, что законно называют, это является беззаконом на самом деле, с позиции неба. Но я верю в божественный закон, я верю в божественное оправдание, в божественную благодать, в божественную справедливость. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Благослови, Господь. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребудет и бывает со всеми нами. Аминь. До встречи в 6 утра. Завтра нас Бог подключает. Я сегодня вечером постараюсь тоже подключиться, потому что сегодня я с утра в семинарии. Это вчера было так, допоздна. А сегодня с утра я в семинарии, получается. Сейчас еду уже в семинарию на занятиях. Отсюда, получается, больше двух часов у меня дороги. Поэтому уже надо выезжать уже. И вечером я буду иметь возможность, даст Бог, если никто не придет и ничего не поменяется. В 18.00 подключайтесь. Но по утрам подключайтесь. По утрам в 6 утра подключайтесь на трансляцию утренней молитвы. Вот. Слава Богу. Спасибо всем огромное. Благословляю всех вас. Из города Киева. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Молите за наше евангельское православное братство. Слава Богу. Мир всем. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.